Понятие «бесплатная парковка» в прибрежной зоне в Одессе стало мифом или отчаянной фантазией оптимистов. А реалии таковы. Хочешь попасть на пляж на своем автомобиле? Будь любезен, плати по 7 гривен за час. Активистов общественной организации «Дорожный контроль» такая перспектива не радует. К тому же, выясняя обстоятельства, по которым садиситов изымают плату, активисты лишь убедились, что такой паркомат установлен незаконно. Об этом они и сообщили одесским автомобилистам в воскресенье. Нарушение масса. Вот мы проводим сегодня разъяснительную беседу. Мы, ДКД, разработали определенную брошюрку, в которой указали все нормативно-правые акты для граждан, соблюдая которые, соответственно, можно не оплачивать парковку. Хозяин въездного терминала утверждает, что его деятельность не только законная, но еще и очень полезная для общества. По его словам, несколько лет назад у арки проезд был закрыт бетонными блоками и спуск к морю был сплошным адом для одесситов. Теперь же регулирование движения восстановлено в полном объеме и за это стоит платить. Дорожный контроль, как бы, свою точку зрения отстаивает. Я, предоставив полностью все разрешительные документы, считаю, что я правом очень производить свою деятельность. Одесситы о своих правах не оплачивать навязанную услугу узнали от активистов. И платить, похоже, не собираются. Вы будете платить за перебывание на пляже? Вы нас не снимайте. У нас 15 минут нет. Мы только что заехали. Поэтому мы платить по-любому не будем. Вы будете оплачивать время перебывания на пляже? Нет. А почему? Ну, во-первых, мне ребята показали. И раз уже бесплатно, значит бесплатно. Несмотря на наличие всех так называемых разрешений, предприниматель все же пошел на уступки и освободил один из проездов. Мишель Армат, Алексей Мураховский, Думская ТВ.